Муромские святые Пётр и Феврония Алексей и Екатерина Дубровские познакомились на работе. Пять лет в браке воспитывают двух дочерей. Валентинки всегда для них были чуждые, а вот День семьи любви и верности отмечают с удовольствием. Секрет их крепких отношений точно не женская хитрость. Как минимум в понимании друг друга, в первую очередь, в поддержке. Как понимать друг друга в школе не учат, а вот психолог Роман Березовский знает сценарии супружеских отношений не понаслышке. В работе с парами в ход идут и тренинги, и беседы. Мода на специалистов тоже заграничная, но неплохая, ведь если в паре может помочь третий, он уже не лишний. Когда люди живут вместе или браком сочетаются, это светлый момент. Праздник помогает запомнить такой момент, прожить его, вспоминать его. Поэтому как символ отношений, как приятное время вместе, как какой-то особый момент в жизни, конечно, это здорово. Но к приятным моментам в жизни надо готовиться. И если в делах душевных лучших мастер-психолог, то в делах красоты стилист. Кира Гончарь советует праздник встретить в облаке пудры, фатина и лака для волос. И как всегда в эту дату популярны русские мотивы. Длинные волосы это либо легкие локоны, либо одна коса, либо две косы. Еще можно, к примеру, делаем такие варианты. Мы заплетаем на ночь одну или две косы, а утром расплетаем, и получается такая легкая-легкая волна. Очень красиво, кстати, смотрится венок из живых цветов. Либо это венок в виде ромашки, либо невидимочки в таком же стиле, либо мы полностью прическу украшаем ромашками. Ромашки – символ семейного праздника. На Руси этот цветок почитался с древности и считался священным. Называли его белюшкой, солнечником, невестушкой. Ромашки часто встречаются в пейзажах художников. Флорист Екатерина Терещенко говорит, что этот летний цветок популярен не только 8 июля. Его предпочитают дарить мужчины в любой день лета. Но именно в этот праздник ромашки в ее салоне скупают охапками. Спросом пользуются и экибаны, а в регионах, где есть луга, букет собрать можно самостоятельно. У нас же принято о любви гадать на ромашке. Мне кажется, ромашка – это такое олицетворение любви. Хотя иногда ведь и бывает, что не любит. Как тогда с этим быть, я не знаю. Но чаще я думаю, что все-таки ромашки подсказывают нам о любви. Поэтому ромашка – символ семьи, символ лета, чего-то легкого такого, романтичного. В Муроме предложили в этот праздник не ограничиваться только букетом ромашек. Можно подарить открытку, февроньку, в которой, как и в Валентинке, можно признаться в любви. А российским семьям, прожившим вместе более 25 лет, вручают медаль за любовь и верность. Екатерина, готов наш букет? Готов. Я предлагаю погадать на ромашках. С удовольствием. Берем и начинаем. Любит, не любит. Не любит. Не любит, не любит, не любит, не любит, 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 любит. Нам сегодня повезло. Мы подготовились к празднику. Василиса Ивашкина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Сова.